Доброе утро, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости, подготовленные специально для вас каналом ИнстаФорекс ТВ. С вами я, Тахмина Соломова. Повышение процентной ставки ФРС является сегодня главной темой дискуссии на рынке. От этого зависит и настроение трейдеров относительно господствующей мировой валюты. Уже на протяжении долгого времени движение американского доллара корзине мировых валют отличается своей неоднозначностью, что указывает на неопределенность, окутывающую итоги предстоящего заседания ФРС. В последнее время появилось мнение, что Федрезерв стал более политизированным и опирается на предстоящие выборы в Соединенных Штатах. Однако, большинство экспертов опровергают этот факт, указывая на множество весомых аргументов. Поэтому чиновники ФРС не отрицают возможность повышения процентной ставки в этом году. В декабре 2015 года впервые за большой промежуток времени с почти нулевого уровня процентная ставка была повышена до 0,5%. Теперь рынок надеется на большее ужесточение монетарной политики уже в этом месяце, как и обещал американский Центробанк когда-то. Однако в последнее время экономика США намекает на нестабильность. Тем не менее, по словам чиновников ФРС, есть все основания для подъема процентной ставки в этом году хотя бы постепенно. В понедельник рынок был небогат на макроэкономические события, что не давало никаких драйверов американскому доллару против своих основных конкурентов. Наоборот, господствующая мировая валюта торговалась под незначительным давлением, так как инвесторы ожидали в понедельник выступления чиновников ФРС. На протяжении всего дня американский доллар пытался приблизиться к пятничным максимумам. Правда, трейдеры не были столь активны в покупке, предпочитая дождаться выступления членов комитета по операциям на открытом рынке ФРС. К окончанию торгового дня господствующая мировая валюта находилась на отметке 95.25. Инвесторов не убедила и речь Дениса Локхарта, который объявил, что американская экономика не нуждается в изменении курса денежно-кредитной политики в ближайшее время. Трейдеры решили не обращать внимания на это заявление, дожидаясь выступления Лайля Бейернард, которая является голосующим членом комитета по операциям на открытом рынке ФРС. О том, какие намеки дала чиновница ФРС, вы узнаете в следующем выпуске новостей на канале ИнстаФорекс ТВ. Оставайтесь с нами.